Это была, конечно, Луна, понимаете, вот музеи западные, Лувр, Луна, одинаково недоступна, вот, но, знаете, это удивительная вещь, любили-то мы искусство гораздо больше, чем сегодня молодые люди, которым доступно всё, и прекрасные съёмки, у всех фотоаппараты, самые дорогие, понимаете, цифровые, все всё снимают в поездках, все музеи мира, они всё ездят, они ездят, например, вот, предположим, мне говорят, я читаю второму курсу, курс византийского искусства, ко мне подходит группка такая маленькая, говорит, Ольга Сигизмонна, вот мы хотим сказать, что мы сейчас, на субботу, воскресенье, плюс понедельник, они прихватывают понедельник, потому что это был какой-то день народного единства, мы, говорит, поедем в Афины. Понимаете? А другой мальчик пришёл ко мне тоже и говорит, знаете, я поеду в Париж, но я, говорит, если вы разрешите, я там задержусь, у меня там друзья очень хорошие, ну, конечно, надо на три дня, но я недельку-то пробуду. Я говорю, да, конечно, езжайте, что вы, о чём говорить? Ну, пропустит он лекции, ну, в Париж попали. Мы любили искусство больше и знали его больше, что потрясающе, это факт, понимаете, факт. Хотя условия жизни у нас были очень скромные, просто по сравнению с сегодняшним днём никакие. Но, господи, сколько было энтузиазма у нас в группе на нашем отделении, понимаете, сейчас более деловой фактор главенствует, а не энтузиазм. И вообще, знаете, я поняла, что, давно я это поняла, что качество жизни, чем оно лучше и выше, так же, как чем выше преуспевание, преуспеяние человека. Карьера, как теперь все говорят, такое слово. Раньше стеснялись произносить такое слово. Это было отрицательное слово, переофициальное слово. Карьера или даже здоровье, понимаете, полнота здоровья. Не совсем не обязательно способствует интеллектуальному развитию. И вот другой стороне бытия, понимаете, другой стороне бытия, нематериальной. Мне даже трудно выразить и не хочется искать слова для вот этой другой стороны бытия. Соотношение часто наоборот. Вот мой вывод. Соотношение часто наоборот. Трудности жизни повышают, так сказать, конечно, очень тоже категорично, понимаете. Я не хочу всеобщей беды и нищеты. Совсем нет. Я хочу, конечно, как всякий нормальный человек, а я нормальный человек, всеобщего благополучия. Но бездна удовольствий разного рода, в том числе и поездок, не повышает заинтересованность внутреннюю и не обостряет духовный строй. И я не могу сделать другой вывод. И наше поколение, и яркий тому пример. Поколение, оно уходит, все мое поколение. Уже очень многих похоронили. Поколение тех, кому сейчас 75, понимаете, кому тогда было вот столько, что мы были студентами. Мы были все бедные, все бедные. Все бесправные совершенно. Нас никуда не пускали, понимаете. Все с трудом добывали информацию. Сейчас информация, вот нажми кнопки в компьютере, и выплывет уйма информации. Этого же не было. Информацию нужно было искать, понимаете. И мы были при этом в каком-то смысле, я боюсь качественных оценок, чтобы не было так, что я хвалю себя и свое поколение. Это не так. Но, конечно, в чем-то душевно, скажем, и даже духовно, немножко боюсь этого слова, потому что оно уж очень много в себя включает, выше, понимаете, выше, чем возможности современности. Мое уходящее поколение было очень настоящим, очень романтичным, очень светлым в основе. Оно было светлое, понимаете. Хотя жизнь была, конечно, трудная. Знаете, вот теперь когда была в университете, немножко все заволновалось. Во всем случае в наших кругах, вот на искусствоведческом отделении, конечно, все заволновалось. Ну, у нас были хорошие учителя, поэтому нам протестовать против наших учителей не было смысла. А протестовать против историков, которые все там историю партии преподают, это же было что, ну, тюрьма, понимаете. Поэтому тут было... Но интересно, что мы немножко... Ну, как, свежесть была в разговорах, понимаете. Разговоры стали открытыми и многочисленными, многосоставными. И разговаривали не только друг с другом тихонечко в тихой комнате, но как-то даже грубками и в университете. Хотя побаивались, все-таки побаивались, потому что стукачи были всюду. Очень много было стукачей, это мы все понимали. Но интересно, что мама моя, так как она работала в среде художников, она потом работала уже... Да, из библиотеки это ее уволили. Ее уволили. И это было, наверное, счастье, что ее уволили. Специально уволили. Это был 49-й год, когда была компания с космополитизмом. И, конечно, она отправилась бы в лагерь как космополит, потому что она была полька. Но ее быстро уволили, желая ей... Ну, чтобы она не была на виду, понимаете. Она некоторое время была вообще без работы, ни в какой организации. А потом она нашла место в доме художника. Дом художника на Кузнецком мосту. Там делались выставки, составлялись каталоги этих современных. Она это делала. И художники тогда, которые ее знали, ее многие знали, вот в те годы, когда все начало немножко оттепель и бузить, они знали, что я студентка. И они через маму передавали нам, студентам, мне, чтобы мы боролись. С кем боролись, было неясно. С засильем такого, ну, как вам сказать, сталинизма. Сталинизма, который в искусствоведении же был. Ну, был такой Кеменов. Он страшная была фигура. Ну, страшная фигура. Он был президент Академии художеств и директор Института истории искусств в Академии художеств. Но это был не университет, поэтому нам он не имел отношения. А чтобы мы были за Алпатова. Алпатов был как бы гонимый. Вот, но он не был такой уж гонимый. Это все было немножко преувеличением. Но нам тем самым, молодежи, передавали привет, старшее поколение, понимаете, и поддержку, и симпатию, надежду такую, что молодое поколение, вот оно немножечко оживит жизнь. Ничего мы не могли оживить, конечно, конечно. Да, была оттепель, была. Знаете, была в этой оттепеле, был вот тоже потрясающий день жизни, который я помню, потрясающий. Это чтение письма Хрущева 20-му съезду партии. Вы знаете об этом, да? Вот это было, конечно, на уровне шока. Читали всем в разных организациях, на разных факультетах. Читали всем. Был такой приказ от Хрущева, чтобы бум-бума ознакомилась. Вот. И читали нам тоже на ИСТФАКе. Нас всех поместили в большой-большой зал. И это письмо, чтение его занимало уже несколько часов. Часов. А с нами в группе училась дочка Паскребышева. Это личный секретарь Сталина, который был в этом письме просто Хрущевым очень обруган и смешан с помоями. Что, конечно, правильно. Наташка Паскребышева была глуповатая, но хорошая девчонка. Понимаете, она училась в нашей группе. Мы её даже жалели. Ну, что делать? Паскребышево имя так прозвучало. Читали нам. А когда... Это студентам. А вот когда читали тем, где была мама, в доме художника читали это письмо. Когда там описаны уже ужасные страсти, ужасные факты, маме моей стало плохо. Она потеряла сознание. И прервали чтение письма, привели её в чувства. И только тогда продолжали. И просто было плохо. Ну, потому что были у неё для этого причины. Вот так жили мы в советскую эпоху. Выжили. Смотрите, страна вся выжила. Выжила, несмотря на то, на такое чудовищное испытание, которое этому племеню российскому было дано. Чудовищное испытание в виде советской власти. Это действительно чудовищно было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова